Привет, музыканты! Канал Нескучный Саунд и первая часть видео про настройки рипера. По многочисленным просьбам подписчиков, только ради вас, други, мне потому что самому, конечно, недалеко не так это интересно снимать, как про теорию музыки или про аранжировочные приёмы. В общем, кушайте, не обляпайтесь, можно сразу перемотать на начало, в описании к видео есть ссылки на разные части. Я пока поразглагольствуюсь. Значит, первая мысль. Я не гуру рипера, не ходячий мануал, так себя не позиционирую и совершенно нет у меня таких целей. Для меня рипер – это инструмент по работе с музыкой, и всё это ради музыки и ради работы. Насколько нужно, настолько я его и знаю. То есть, мне меню настроек рипера, понятно, процентов на 80, и использую я его процентов на 40. И вот этим могу с вами только поделиться, и думаю, что большинству музыкантов это будет выше крыши. Всё то, что я не понимаю, я постараюсь хотя бы перевести с английского, чтобы, если вас это касается, вы могли понимать, где искать. И ещё одна мысль про вот эти все русские и английские. Основная часть рипера переведена силой добровольцев на русский язык, им хвала и почёт, спасибо. Либо и там Cubase, по-моему, пару версий, как официально локализован для России. Это всё очень клёво для людей, которые хотят заниматься звуком, но не дружат с английским. Но если вы хотите всерьёз сделать это своей профессией, то есть, стать микс-инженером или аранжировщиком, я вас очень призываю, други, всё равно использовать профессиональный софт на английском. Потому что вся эта индустрия всемирно говорит на английском, вся терминология заимствуется из английского. Самые лучшие и многочисленные учебные материалы на английском. И даже многие русскоговорящие профессионалы, они русские термины-то и не знают, потому что они всю жизнь привыкли сталкиваться с английским. И тут нечего бояться, потому что работать в софте на английском – это не так сложно, как говорить по-английски или понимать английскую речь, или иметь клёво произношение. Просто всё это сводится к тому, что выучить сотню слов, терминов каких-то, связанных со звуком. И вот вы видите, написано что-то про аудио, про сент и про вольюм. И вы понимаете, что это связано как-то с аудио, с посылом и с громкостью. Вот и всё, что вам нужно понимать в большинстве случаев. Так что не бойтесь, фигачите по-английски. И последнее. В Ютюбе комментарии, в которых будет чётко-ёмко и конкретно указываться на мои ошибки, на то, что я неправильно объяснил или то, что я упустил, эти комментарии я буду закреплять в топе вот этим сердечком ютюбовским идиотским. Так что со временем в топе комментариев, скорее всего, скопится тоже очень полезная информация, можете посмотреть. Ну и всё, понеслась. Итак, General. Основные. Здесь у нас Language. Выбор языкового пакета. Если вы поставите русский какой-нибудь, то здесь он у вас появится. Честно говоря, я никогда этого не делал. Значит, Import, Export, Конфигурация. Начнём с экспорта. Можно взять и всё то, что вы настроили, всё пресеты, цепочки эффектов, расположение окон, настройки плагинов. То есть всё-всё, что угодно. Картиночки можно экспортировать. Таким вот образом. Мы всё равно нажимаем, и он спрашивает, что именно будет входить в эту экспортируемую конфигурацию. Вот. Что есть конфигурация? Это вот как раз какие плагины там входят, всякие какие-то внутренние. Я не знаю точно, потому что я экспортирую конфигурацию обычно целиком. Ну, в общем, это, грубо говоря, можно сказать. Настройки Reaper. Точно настройки, в которых мы ковыряемся, сюда входят. Потом Color Themes. Это темы. Пресеты плагинов, цепочки эффектов, если вы их сохраняли. Эффекты JS, которые в папке с JS-плагинами. Потому что их можно ставить те, которые не входят изначально в Reaper. Потом темплейты, то есть эти шаблоны проектов. Miscellaneous Data. Это вот у нас иконки. Тулбарные иконки. И еще я вижу какие-то настройки для джойстика. Гаммы разные, лады. И импульсы кабинетов для JS-плагинов гитарных. Курсорс and key maps. Честно говоря, не знаю, что такое. Потому что actions... Вот есть actions and key bar. И с горячей клавишей вот. Так, меню и тулбары. Понятно, их настройка расположения. Меню sets. Это то, как у вас настроены менюшки, всплывающие по правому клику и вверху вот эти. Что в них влезает. Так, channel mappings. Не хочу соврать. По-моему, это то, как Reaper видит у вас выходы и входы вашей звуковой карты. Так, скрипты. Вот языковые пакеты. База данных Media Explorer. То есть вы можете в Reaper создавать пути к папкам с вашими сэмплами и с какими-то заготовками, с чем-то таким. Так, web interface. Это касательно web interface, а я про него ничего не знаю. В общем, мы все эти галки выбрали. Жмем save. Находим какое-то место, куда мы сохраняем этот файл и сохраняем его. Это может быть нужно для того, чтобы с кем-то поделиться своей конфигурацией, либо чтобы, допустим, запомнить ее состояние перед тем, как вы хотите делать какие-то серьезные эксперименты. И вообще лучше это периодически делать, чтобы если у вас что-то случится с компьютером, там, не знаю, у вас была возможность восстановить все свои любимые настроечки, потому что вся кайфовость Reaper, конечно, в том, как можно его настроить. Делается так, мы нажимаем на импорт и выбираем конфигурацию, где там у меня на Google Drive, по-моему, вот у меня есть конфигурация. Я ее выбираю, нажму на Open, она у меня спросит, что именно из того же самого списка я хочу импортировать. Я все это импортирую, и у меня все встанет. Затем настройки с undo, отменой действий. Максимально используемая для undo память 256 мегабайт. Мне кажется, это дохренище для undo. И можно здесь это уменьшить и увеличить. Я с этим никогда не имел никаких проблем. Затем такая вещь, как включатели в undo, такие действия, как выделение айтема, трека, линии автоматизации, времени, time selection или курсора. Вот смотрите, у нас есть здесь view, undo history. Вот все произведенные в проекте действия в этой сессии. Вот если у нас галка на айтеме стоит изначально, то каждый раз, когда я выбираю разный айтем или снимаю выделение айтемов, у меня здесь создается undo шаг. Затем, а если я выбираю треки, то undo шаг, как мы видим, здесь не создается, потому что нету галки на трек. Если галка на трек есть, apply, то каждый раз при выборе трека создается undo point. Точно так же при выборе какой-то точки на линии автоматизации, вот это я их создал, теперь когда я их выбираю, это разные, то есть изменения выбранной точки на автоматизации. Так, снимаем это. Потом time, это у нас создание time selection. Хоп, каждый раз, когда мы создаем time selection, создается undo point. И курсор, если эта настройка стоит, то каждый раз, когда мы двигаем курсор, создается точка возврата. И там есть, видите, какой определенный буфер, то есть если я много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-кликаю, то только по окончанию будет создана новая точка. Это довольно, наверное, удобно. Но, честно говоря, я вот это все не использую. Следующая галка. Когда вот эти вот выбранные 256 мегабайт на undo memory заканчиваются, чем жертвовать? По дефолту убираются какие-то точки из середины, то есть самый первый undo point сохраняется. Вот, а если поставить эту галку, то при выходе за лимиты будут ударяться самые старые точки. Вот и все. Так, сохранение истории undo вместе с проектом. Прямо внутри файла проекта. Чем это хорошо? Тем, что вы можете открыть проект, и в нем будут сохранены все действия, которые у вас были до того, как вы его закрыли. То есть, допустим, перед тем, как закрывать проект, вы совершили какую-то трагическую ошибку, и теперь вы, открыв его, сможете ее устранить. Но оборотная сторона то, что все вот эти 256, допустим, мегабайт undo будут храниться в файле проекта, и сохраняться он, скорее всего, будет крайне долго. Я этой фичей никогда не пользовался, честно говоря, не вижу смысла. Вот эта галка, я не совсем понимаю, что она делает. Могу вам только перевести. Внизу вот всплывает подсказка. Загружает историю undo с диска при открытии проекта. Что бы это ни значило. Следующая галка. Сохранение нескольких путей undo из нескольких историй. Я этим никогда не пользовался, потому что мне не нравится то, что написано в скобках про использование большего количества памяти. Пояснение написано. Дает вам больше вариантов, когда вы откатываетесь назад по шагам, но использует действительно больше памяти. Sorry, други, но я этим не пользовался никогда. Итак, с undo закончили. Что делать, когда Reaper запускается? По дефолту стоит Last Project Tabs. То есть, какие проекты были у вас открыты при закрытии Reaper, такие же и откроются. Варианты другие. Открыть один активный последний проект, в отличие от нескольких вкладок возможных. Затем новый проект, игнорируя дефолтный шаблон. С этим шаблонами разберемся. Или просто новый проект, соответственно, по шаблону, который вы установили как шаблон по умолчанию. И всплывание диалогового окна. Вот этим вот пользуюсь я. Всплывают при открытии варианты. Вот это последние открытые проекты. Новый проект без темплейта. Новый проект по темплейту. И список недавних проектов. Он довольно там длинный может быть. Затем галка. Автоматически проверять, есть ли новая версия Reaper при запуске Reaper. Эта галка говорит создавать новую вкладку проекта, когда вы перетягиваете из Finder или Explorer какой-то медиафайл сюда. Но он работает, она не так, как я предполагаю. Потому что вот мы сюда перетягиваем аудиофайл, он вставляется в проект. И не создается в новой вкладке, куда бы я и не вставил. Но если мы перетянем сюда какой-нибудь проект, допустим, то он предлагает мне вставить в проект как Media Item, то есть это субпроект, об этом вообще потом, открыть этот проект вместо ныне открытого проекта и открыть в новой вкладке. То есть мы открываем в новой вкладке и получаем, что у нас вот две вкладки проекта. И тут льются слезы тех, кто работает в программах, которые не могут открывать сразу несколько проектов. Итак, и показывать ли Splash Screen при запуске Reaper, то есть вот эта картиночка, когда Reaper, логотип Reaper и все-то там крутится, речь о ней. Можно ее убрать и даже где-то можно ее заменить, не помню где. Затем, вот в списке недавних проектов, сколько там будет их максимум, по дефолту 50, максимум 100. Кнопочка Clear List, она все это дело снесет. Зачем это может быть нужно? Когда вы импортируете чью-то конфигурацию целиком, то вам и этот список недавних проектов импортируется. Естественно, это будут все битые адреса файлов, то есть можно взять это дело почистить. Здесь можно включить предупреждение, которое будет всплывать, когда Reaper начинает использовать какое-то количество памяти. Ноль эту функцию выключает. Дальше кнопочка «Продвинутые настройки и твики юзер-интерфейса». Жмем. А, вот здесь можно заменить сплэш-скрин, то есть вставить изображение другое. Автоматически прятать док, когда находимся в полноэкранном режиме. Но сейчас мы находимся в полноэкранном режиме, и док никуда не прячется. Видимо, что-то я неправильно понимаю, но мне от этого ни горячо, ни холодно. Дальше галка. Можно масштабировать элементы пользовательского интерфейса, кнопочки и картиночки. Изначально стоит масштабка один к одному. Давайте мы попробуем сделать 1,5. Перезапускаем. Вот. И вот такое вот у нас всё большое. Я не исключаю, что при этом могут какие-то графические глюки появиться. Но, если, допустим, у вас со зрением какие-то запары, или вы там вынуждены крайне далеко от монитора сидеть, я думаю, что это может быть бесценная фича. Поехали дальше. Позволять окошкам вилопа и роутинга оставаться открытыми. Речь идёт о вот этих вот окошках. Если мы сюда нажимаем, вот это окно открывается. Как только я начинаю чем-то заниматься, это окно закрывается. А если мы эту фичу включим, то это окно может висеть. Это, в принципе, не похоже на какую-то суперэкспериментальную фичу. Мне проще представить, кому она нужна. Допускать команды с клавиатуры, даже когда происходит какая-то редакция мышью. Смотрите. Вот у меня назначено на Shift-Z вызов окна рендера. Если я, допустим, схватил мышью и таскаю вот этот вот item, то Shift-Z у меня не срабатывает. А если я ставлю эту галку, то вот я таскаю item и при этом жму Shift-Z и получаю себе открытие окна. Мне ни разу в голову не приходило, что, может быть, это нужно, но на случай, если вам это пригодится, знайте, что это здесь. Так, здесь вот какая-то штучечка, связанная с поведением графики на оси. Ничего про это сказать вам не могу. Дальше. Подпункт пути. Итак, путь, куда по умолчанию сохраняются новые проекты. То есть ваша папка «Мои проекты и мои чудесные хиты». То есть вот мы выберем, допустим, у меня есть папочка «Котёл». Оп. Затем куда отправляются рендеры. То есть вы можете выбрать какую-то папку. Допустим, у меня с Cubase-овских времен осталась папочка «Mixdown». Куда из любого проекта будут кидаться рендеры. Если здесь ничего не назначено, то рендеры кидаются прямо в папку с проектом. Ну и самое интересное, что здесь можно, начиная с версии 5.15, по-моему, назначить относительный путь. То есть я пишу здесь «Renders». Применяю. И теперь, когда я хочу чего-то зарендерить, то мы видим, не ввожу никакой адрес, и уже прописывается «Котёл», название проекта под папка «Renders». И здесь вот уже имя файла, которое введено у меня чуть выше. То есть это очень удобная фигня, именно так я пользуюсь. Мне кажется, это оптимально, что все рендеры сохраняются под папку внутри проекта. Затем по умолчанию путь, куда записывается аудио, бросаются видео, файлы, там, изображения, всё, что у вас есть в проекте. Здесь точно так же. Если ничего не введено, то это бросается в папку с проектом. Вы можете ввести конкретный адрес, либо можете относительнее выбрать, допустим, «Media». Клоп. И теперь любой файл, который создаётся внутри проекта или перетаскивается в него, будет оказываться в под папке «Media» внутри проекта. Очень удобно. Затем можно исключить, если вам это интересно, такую штуку, что пики аудиофайлов будут сохраняться в отдельное какое-то место. Если вы прям так заморачиваетесь какой-то организацией файлов, я этим никогда не пользовался. И сюда можно ввести несколько ещё путей, куда будут сохраняться копии этих пиковых файлов. Поехали дальше. Клавиатура. По дефолту стоит галка. Внизу объяснение такое. В некоторых полях редакционных не надо ждать Enter, а просто после секунды без действия данные будут введены. Я ХЗ, где эти поля, можете поэкспериментировать. Вот это вот важная фича. Использовать альтернативные экшены во время записи. Что это значит? Открываем наше окно экшенов. Здесь есть вот такая вещь. Экшены в оранже, экшены в оранже во время записи, экшены в Media Explorer, экшены в MIDI Redactor, экшены в MIDI Redactor, которые в режиме списка сообщений, и экшены внутри MIDI Redactor, которые открываются внутри оранжа. То есть вот эта штука по дефолту неактивна. И если мы ставим здесь эту галку, то у нас активируется вот это вот хозяйство. Отдельные экшены во время записи. То есть в тот момент, когда происходит запись, работают другие экшены. Зачем это нужно? Что мы можем создать следующий кастом экшен. Мы назовем его ReRecord, из чего он будет состоять. Transport.Stop и Delete. All Recorded Media. То есть останавливаем и удаляем все то, что записали. Следующее действие. Transport. Запись. Вот мы назначаем на него какую-то клавишу. Допустим, вот в обычном режиме у нас Command R означает запись. А в экшенах во время записи мы назначим Command R на перезапись. Вот у нас есть канал. Нажимаем Command R. Поехали записывать. Если сейчас я нажимаю на Command R, то оп, запись пошла с по-новой, предыдущий дубль удален. Это очень удобно для таких ребят, как я, которые пишут гитару с 85-го дубля. То есть я облажался Command R, опять облажался Command R, проворонил, не вступил, Command R и так далее. В чем геморрой с этой штукой? Что как только вы ее включаете, то у вас вообще никакие функции не работают во время записи. То есть вот здесь не назначена вообще никакая горячая клавиша ни на что. То есть, допустим, даже элементарно стоп нажать на пробел не срабатывает. То есть нужно будет пройти здесь и ввести какие-то вещи, которые вам нужны во время записи. Но можете себе представить, если у вас какие-то специфические нужды, насколько гибко здесь все можно настроить в этом чертовом рипере. Поехали дальше. Это для пользователей винды, в которые, если нажимаешь или держишь Alt, то фокус прыгает вот в эти вот менюшки наверх. Эта фича предотвращает такое поведение. Вот это ссылка на окно экшенов, а вот это возможность увидеть в Explorer все ваши горячие клавиши назначенные. Можете себя распечатать, а в туалете читать, запоминать. Либо поделиться с кем-либо. Так, дальше касательно тех, кто использует всякий мультитач, ничего про это не знаю, но могу вам просто перевести. Позволить свайп, то есть пальцы провод, отобразить его в обратную сторону. Точно так же зум допустить и отобразить его. Что-то связанное с инерцией, ничего не понимаю, сори. Кручение, верчение мультитачевое тоже отобразить, и тоже его можно как-то супересить. Затем введение буфера в 100 миллисекунд или в другое количество времени, чтобы не происходило скролла после каких-то жестов. Вертикальный скролл отобразить на 180 градусов, горизонтальный тоже отобразить. Это опять же ссылка на окно экшенов. Дальше поехали. Настройки проекта. Самое первое, какой шаблон проекта использовать как стартовый, по умолчанию. То есть давайте мы сделаем вот этот наш шаблон по умолчанию. Вот так вот у нас будет выглядеть. Мы зайдем в настройки проекта. Здесь чего-нибудь там себе покрутим. Допустим, сделаем фриз на 32 бита, как советуют умные дяденьки. И что-нибудь здесь введем в настройки видео. Какие-то вещи, которые по-любому нам нужны, чтобы были в изначально создаваемом проекте. Вот у нас 4 есть канала. Теперь мы жмем File, Project Templates, то есть шаблоны проектов, Save Project as Template. Сохранить этот проект как темплейт. Значит, он у нас будет называться Tabula Rasa, то бишь чистый лист. Отлично. Теперь мы возвращаемся в наши настройки. Жмем Browse. И вот он нас сразу кидает в шаблоны. Здесь у нас есть Tabula Rasa. Замечательно. Apply. И теперь, когда мы сделаем новый проект, этот сохранять не будем. Опачки. Наш новый проект выглядит вот так вот. Вернемся обратно. Дальше важная галочка. При создании нового проекта сразу попросить его сохранить. Это очень полезная галочка, чтобы не случилось так, что вы в творческом порыве создали проект, чего-то в нем понаделали, а потом вы его и не сохраняли, и он упал, и вы не знаете, где он лежит, в каких временных файлах и так далее. То есть эта штучка очень полезная. Когда мы ее включаем, то жмем New Project, и нам сразу предлагают его куда-то сохранить. И здесь, кстати, раз уж пошла пьянка, смотрите галки. Если я сейчас вот просто, ни одна галка не стоит, ввиду название проекта, то он создастся у меня внутри моей папки с проектами, и тут начнется бардак. Но если я ставлю создать под директорию для проекта, то я сделаю так, и у меня создаться папка ла-ла-ла, внутри нее будет проект ла-ла-ла, и там все вот эти аудио, медиа, рендеры и так далее. Очень полезная фигня. А если я сохраняю новую версию проекта внутри проекта, то мне не нужно папку внутри папки, и я эту галку уберу. Это галка «Скопировать всю медиа в новый проект». Допустим, вы сохраняете новую версию проекта в другой папке, и вам нужно, чтобы аудиофайлы сохранились при нем, а не относились куда-то в предыдущую папку, которую потом вы удалили, и все, проекта у вас нет. И это возможность при копировании конвертировать еще все это аудио в формат, который вы пожелаете. Вот такая вот чудесная гибкость. То есть, допустим, вы делаете какие-то прям на черный-черный день, на всякий случай, бэкап, и вы можете просто взять и все превратить в mp3. То есть, иметь очень-очень легенькие бэкапы всех проектов. А это уже не копировать, а переместить все аудиофайлы в новую папку проекта. Ну, это опасно тем, что в старом месте они могут, собственно, и пропасть. И это при создании нового проекта сразу же открывать настройки проекта. То есть, какие-то вещи. То есть, вот это вот окно, Project Settings, оно будет сразу же после сохранения нового проекта у вас появляться, чтобы вы тут настроили, что вам нужно частоту дискретизации и так далее. Дальше. Настройки загрузки проекта. Если у аудиофайлов в проекте указан какой-то путь, то вставим эту галку, и сперва он посмотрит в папке с аудио этого проекта, прежде чем лезть куда-либо еще. Это предупреждать. Если при загрузке проекта какие-то файлы он не нашел, он вам скажет, какие, и предложит вам их поискать, и как себя вести. Вообще не заоткрывать теперь этот проект и забыть про него. Или забить болт на то, что файлы не открываются и так далее. Показывать сплэш-скрин и состояние загрузки, когда проект загружается. Ну, мы же все любим смотреть, как строчечка бежит, и счастье приближается. Так что это нужно оставить. Это галка. Я никогда ее не снимал, не вижу смысла, но просто на всякий случай. Это некая экономия, насколько я понимаю, пространства тем, что вот у вас тысяча аудиофайлов в проекте, и он пишет к ним адрес не диск C, пользователь такой-то, мои документы, проект такой-то, аудиофайл такой-то. Он просто пишет аудиофайл такой-то, и он будет его искать в папке с медиа этого проекта. И полный адрес будет прописывать только для тех файлов, которые находятся в другом месте, на другом диске и так далее. Дальше хитрые штучки по поводу бэкапов. Первая галка, которая у меня стоит, как только вы сохраняете проект, то есть вы переписываете файл с проектом, он создает на всякий случай один бэкап и предыдущую версию этого проекта прямо рядом с ним. Вот мы залезаем в папку с проектом, и здесь у нас есть один бэк. То есть как только я сохраняю проект, создается один бэкап. Не вижу причин этого на всякий случай не делать, так что оставляйте. И затем мудреные, очень гибкие настройки по поводу нескольких бэкапов. Хранить в одном бэкап-файле несколько версий. Я пробовал, получаются гигантские просто бэкап-файлы, и вы на него нажимаете, и выпадает список всех по времени бэкапов, которые вы хотите открыть. Мне кажется, это непрактично и неудобно. Вот эта штука, которой пользуюсь я. Каждый раз при сохранении проекта создается отдельный бэкап, который помечен по времени своего создания, то есть вы можете их пролистать и посмотреть, какой и когда был создан. Эта галка позволяет внутри бэкап-файлов хранить еще историю undo, что, как они предупреждают, может сильно увеличить размер этих бэкап-файлов, и я это никогда не включал. Дальше идет автоматический бэкап. Каждые по дефолту стоят 15 минут. Ставьте, ребят, минут поменьше, потому что здесь надо ставить поменьше, потому что всякое бывает. Мы все любим Reaper, но он, ребята, тоже падает. У меня, по крайней мере, падает. Реже, чем Cubase раз в 25, но достаточно одного неудачного падения, чтобы сильно загрустить и что-то потерять. Поэтому здесь лучше поставить там 3 минутки, допустим. Единственное, чем это чревато, что если проекты у вас большие, особенно если аранжировочные, с кучей инструментов, для которых постоянно сохраняется что-то, то каждые 3 минуты у вас будет затуп на пару секунд, когда это все хозяйство сохраняется. И здесь можно поставить условие, что сохранение, создание этих бэкапов будет происходить только не тогда, когда происходит запись. То есть если запись не происходит, и вы что-то делаете или проигрываете проект, бэкап может создаваться. А если вот так поставить, то бэкап будет создаваться только тогда, когда проекты не проигрываются вообще, то есть полная остановка. А так бэкап будет создаваться, как только прошло 3 минуты, независимо от того, что происходит. Я с этим не пробовал экспериментировать. Ребят, не знаю, если хотите, пробуйте. Дальше. Вот эти галки относятся к вот этому нашему созданию бэкапов, помеченных по времени. Вот так. Он будет создавать их в папке с проектом, и там начнется трэш, потому что будет много-много-много-много бэкапов. Этот бардак мне не нравится. И здесь возможность создавать их в отдельной папке. Соответственно, можно тоже указать путь до какой-то отдельной папки, где будут все бэкапы. Так у меня раньше было. А теперь, когда в Reaper можно относительные адреса вводить, то мы просто создаем, здесь пишем «бэкап», и внутри папки с проектом создается папка «бэкап», в которой будут сохраняться бэкапы. Вот это для экстремальных пацанов галочка. То есть создаваться будут не бэкапы, а будет сохраняться ваш проект, переписываться. Не знаю. Это, знаете, для тех, кто любит играть в игры, где если ты умер, то ты умер навсегда, и все потерял, и нужно начинать игру сначала, как Contra 20 лет назад. Так что, если хотите, вот вам эта галочка. Будьте хардкорным музыкантом. Это что-то тоже про сохранение анду куда-то я не совсем понимаю. И здесь, опять же, в скобках помечено, что система может быть не очень отзывчива при таких настройках. Я сюда не лезу. И вам без особой нужды не советую туда лезть тоже. Дальше. Дефолтные настройки треков и посылов. Итак, вот этот прямоугольник. Что у нас изначально включено на канале, когда он только появился? Очень удобная фигня. То есть изначальный фейдер на нуле мы можем сделать здесь, допустим, минус 9. И когда мы создаем новый канал, как мы видим, у него volume минус 9. Дальше. Какие по дефолту будут видны линии автоматизации? То есть изначально не включены никакие. Если мы все вот эти галки сейчас поставим здесь, apply, то мы создаем новый канал, и у него сразу же все вот это видно. То есть если вы всегда везде крутите линию автоматизации громкости, то почему бы ей изначально и не создаваться? Это форма линии автоматизации. Линейная, квадратная, медленное начало, быстрый конец, быстрое начало, быстрый конец и без... не знаю, как эта штука называется. О чем речь? Вот, смотрите. Форма. Она не линейная. У нее здесь присутствует некоторая такая плавность. Это, наверное, фамилия дяди, который придумал. Не хочу ее коверкать. У меня по дефолту все равно стоит линейная, и я не заморачиваюсь. Надо признать, что я не король автоматизации. Дальше поехали. Дефолтное состояние автоматизации. Оно изначально у нас просто в режиме чтения, но мы можем поставить любую. Допустим, write. Допустим, write. И при создании нового канала он уже в режиме записи автоматизации. Дефолтная высота треков в новом проекте. Это не влияет на то, какого размера создаются новые треки уже в текущем проекте. То есть, как мы видим, новый трек все равно создается такого размера, исходя из текущего масштаба. Итак, дальше галочка показывать ли новый канал в микшере. То есть, если она снята, то вот у нас внизу микшер. Я создаю новый канал, в микшере он не появился, пока я этого не приказал. Дальше отправка на main или на канал, который является родителем в текущей папке. Вот этот зеленый огонечек, который вот здесь горит, он означает, что посыл идет на мастер. То есть, сигнал с этого трека идет на мастер. А если этот трек внутри папки, то сигнал из него идет на папку. А уже папка идет на мастер. Такое поведение мы можем выключить, нажав вот эту галку. Мы создаем новый канал. Как мы видим, он сейчас не идет никуда. И мы уже можем нажать и решить, что ты пойдешь на мастер, или ты пойдешь на такую-то шину, или на такой-то канал полетишь. Либо ты сразу же, не звуча в проекте, полетишь на какой-то выход звуковой карты. В каких-то роутинговых ситуациях это бесценная фигня. И, кстати, альт-клик на эту кнопочку включает и выключает parent send. И группой тоже. Дальше поехали. По дефолту включает на новом канале свободное расположение айтемов и их совместное звучание. Что это такое? Вот мы создаем новый канал. Здесь вот такое поведение. Мы айтемы свободным образом располагаем. Они все будут вместе звучать, даже если это аудио. Опять же, посмотрите. Возможно, для каких-то ваших нужд это будет очень полезная штука. Дальше. Record arm. То есть при создании нового канала у него будет уже гореть кнопочка, что он готов к записи. И каковы будут настройки записи этого нового канала? То есть режимы мониторинга входящего сигнала. Входящий сигнал. Вот это не помню, что за режим. Во время записи слышать то, что уже записано на этом канале, бывает полезно. Это что-то связано с компенсацией задержки от плагинов. Мне не случалось это нажимать. Дальше. Режимы записи. Овердабы, реплейсы, всякие записи выхода на канале. Вся вот эта вот хитрая штука. Все возможные варианты, которые нужны для жизни и благочестия. И, собственно, входы. То есть это удобно. Если вы в 80% случаев новый канал создаете, чтобы записывать на нем MIDI, то, собственно, и делаете на нем MIDI вход по дефолту. Делаем MIDI all channels. Fly. И новый канал изначально имеет у нас уже MIDI вход. Либо, если вы всегда записываете там гитару с третьего входа, то и делаете гитару с третьего входа. Новый канал создается, уже назначена запись у нас третьего канала. Дальше масштабирование линий автоматизации громкости. Что это означает? Смотрите, когда у нас вот такая настройка, то новая линия автоматизации громкости показывает 0 дБ и находится посередине. То есть вверх у нас плюс 6, а вниз уже минус много. То есть у нас высокая мелкая точность при прибавлении, и довольно все лихо при убавлении. А если мы делаем вот так и создаем новый канал, то у нас вот такая вот история. У нас на 6 дБ прибавление вот тут чуть-чуть наверх, а при убавлении гораздо большая точность на квадратный сантиметр. Вот подумайте, как вам более удобно, попробуйте по-разному. Это я не совсем понимаю, что такое. Приведу внизу пояснение. Изменение масштабирования для существующей линии автоматизации может изменить звучание, потому что изменения на фейдере трека не тождественны линейно изменениям в амплитуде. Я практически как гугл-переводчик несу ахинею. Ну, сори, ребят, чем могу. Дальше маленький прямоугольничек посылы. Изначальное состояние посылов. Громкость посыла 0 дБ. То есть, если я отправляю этот канал вот сюда, то посыл 0 дБ. То есть, если я отправляю так на холл, то холла сразу будет много. И, скорее всего, нужно будет подубавлять. А с точки зрения отправления маршрутизации на всякие шины, конечно, лучше отправить без изменений громкости. То же самое. Регулировка громкости, когда вы создаете физический выход вашей звуковой карты. Вот здесь вот. То есть, я отправляю канал лететь не куда-то внутри проекта, а сразу на выход из звуковой карты. У этого посыла тоже, естественно, есть своя громкость. Какими по дефолту будут посылы? Post-fader, pre-fader. Если вы не знаете, то post-fader означает, что при изменении громкости канала будет точно так же изменяться громкость, которую он посылается на другие каналы. Pre-fader, post-fx. То есть, сигнал будет обрабатываться эффектами, всё как положено, но кручение фейдера на канале не будет влиять на то, с каким уровнем сигнал летит по посылам. Pre-fx означает, что сигнал будет лететь на посылы даже до того, как он обрабатывается эффектами. И дальше какой-то устаревший режим post-fx, про него ничего не знаю. Отправлять MIDI по дефолту. То есть, вот отправляю я сюда. И как мы видим, вот здесь вот у меня летит аудио 1.2 к 1.2, и MIDI летит тоже. Если я убираю эту галку отправления MIDI по дефолту, то при создании посыла MIDI не отправляется. То же самое с аудио. Если я эту галку убираю, то при создании посыла, вообще изначально у меня ни MIDI, ни аудио не шлётся, и я сам тут уже решаю, что куда полетит. Вот. Следующий подпункт — дефолтное состояние медиа-айтемов. Самое первое — создавать автоматический микроскопический фейд на аудио-айтемах. То есть, он стоит вот такой. Это 10, я не знаю чего, тысячных... 10 миллисекунд. Давайте мы вставим какое-то аудио. И посмотрим. Вот. То есть, оно вполне себе нормальненькое, но здесь создаётся на самом деле малюсенький фейд. То есть, это может помочь с какими-то щелчками и какой-то такой ерундой. Следующая галка. При разрезании айтема делать на этом месте их пересечение и кроссфейд. То есть, если я сейчас здесь этот айтем режу, то у меня здесь применяется вот эта верхняя настройка. Давайте теперь я её убираю. Режу. Ничего не произошло. А если я включаю вот это, оп, перережу. Видите, что произошло? Они один на другой наслаиваются, и в этом месте небольшой кроссфейд. Возможно, если вам приходится делать эти маленькие кроссфейды 800 раз в день, то эта галочка освободит вам 800 нажатий мыши. И этой освободившейся энергией пальца вы сможете причинять себе какое-нибудь удовольствие. Это дефолтная форма кроссфейда. То есть, я могу сделать вот такую. И для нового айтема, который создаётся, создаётся вот такая форма фейда. И точно такая же. Также изменяем форму кроссфейда на выбранную. Дальше какая-то специфическая штучка про кроссфейды, которую я не представляю, зачем может быть нужна. Дальше ещё более специфическая галка, которая я не представляю, как работает, но написано там, что применяет вышестоящие настройки фейдына и фейдаута и настройки автокроссфейда к велосити миди сообщений внутри миди айтемов. Я что-то попробовал потыкать, ничего не произошло, может быть, я чего-то не того ожидаю. У каких айтемов будет включаться луп? Если вы не знаете луп, это... То есть, вот у меня в миди айтеме какая-то информация. Если я за ухо его тяну, то он повторяется. Это называется луп айтем. Это можно выключить, правый клик, Loop Item Source. И теперь, когда я его тяну вправо, я расширяю этот айтем, а не зацикливаю его. По дефолту это включено. И здесь вы можете изменить настройки. То есть, стоит галка, что любой импортированный в проект айтем будет залупиваться. Простите за это слово. Затем любой новый миди айтем, созданный внутри проекта, будет залупиваться. Любой аудио айтем будет лупироваться. И для любого айтема, прошедшего склейку, тоже будет включаться луп. Соответственно, мы можем это дело, допустим, в New Media Items, мы снимаем галку, мы создаем новый меди айтем, и у него изначально выключен луп. Эта галка какая-то специфическая штука, когда вы записываете в режиме Time Selection Auto Punch, что будет происходить с этим лупом. Sorry, ребят, я не до такой степени задрот, чтобы в это вникать. Но если сейчас вы почувствовали, что это что-то вам нужное, то можете попробовать ее понажимать и посмотреть, как себя айтемы будут вести. Субтитры сделал DimaTorzok,